Всем привет, с вами Полтис, и сегодня мы опять будем разбирать новые тизеры FNAF+. Да, именно тизеры, а не тизер. Потому что их вообще вышло намного больше, чем 2 или 3. Но, ребят, разберём сегодня мы только 2. Почему так, не знаю. Это только те тизеры, которые я смог найти в более-менее хорошем качестве. Также, кстати, ребят, поговорим о том, что FNAF- уже готов, и его, в принципе, осталось только выпустить. Ну, конечно, он не будет прямо сейчас выходить. Это всего лишь теория, то, что он уже готов. Почему так, я потом тоже расскажу. Ну что ж, ладно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, больше 5 слов. Ну, а мы будем начинать и приступать к разбору этого тизера. Итак, предлагаю начать с менее интересного тизера. Вот он. Здесь мы видим какую-то штуку, похожую на какой-то видеоплеер или ещё что-то. И да, сразу в глаза бросается то, что графика выглядит не очень. И нет, ребят, и вы можете сказать то, что это всё же скриншот не из FNAF-минуса. Но нет, это скриншот конкретно из FNAF-минуса. Скорее всего, это будет мини-игра. Скорее всего, главный герой в эту мини-игру будет играть с какого-то старого телевизора. Ну, вы знаете, там игры были ещё с такими плохими графиками, соответственно, потому что это было лет 20 или даже 30 назад. Ну, и здесь мы будем что-то делать, по всей видимости. Возможно, мы будем защищаться ещё от какого-то аниматроника, который будет бегать уже в мини-игре. Это непонятно. Кстати, у нас есть лампа, которая очень похожа на лампу из FNAF Sister Location. Хотя нет, это не похоже на лампу из FNAF Sister Location. Это конкретно лампа из FNAF Sister Location. Ну, реально, посмотрите. Это конкретно она. Ну, ладно. На этом тизере, я не знаю, нет ничего особенного. Ну, перейдём к чуть-чуть другому тизеру. На нём, конечно, тоже нет чуть-чуть... Нет ничего такого особенного, но всё равно я, как и в случае с FNAF Plus, тоже попытался что-то нарить. Кстати, конкретно этот тизер, это была ответка на тизер FNAF Plus. Почему так? Ну, сейчас вы всё посмотрите и всё поймёте. Ну что ж, ладно. Давайте, вот он. Итак, что мы здесь можем видеть первым делом? Это то, что Фредди стоит вроде бы не под правым коридором, а под левым коридором. Точнее, под левой дверью. Неправильно говорю. Ну, почему так? Ну, подсмотрите на положение Фредди. Такое ощущение, что он находится реально под левой дверью, или вообще не под дверью, находится, а где-то вообще в другом месте. Но всё же, локация похожа всё же с дверьми. Точнее, под дверьми. Почему так? Потому что в оригинальном FNAF тоже есть такое, но, как вы знаете, то, что там чуть-чуть другая локация. Кстати, я заметил то, что есть подарочки. В оригинальном FNAF я такого не помню, что было. Это тоже круто. Но, кстати, здесь намного меньше вещей, чем в тизере FNAF+. Ну, ладно. Также мы можем видеть стенку с проводами. Не помню, но вроде бы такое тоже было в оригинальном FNAF. Ну, или нет. Но, почему понять можно то, что это всё же находится под дверьми, это по плитке. Да, конкретно такая плитка находится под дверьми в оригинальном FNAF. Ну, вот. Почему так? Потому так. Да, ребят, не знаю. Невозможно здесь найти что-то такого, что можно было найти во FNAF+. Да, тут тизер, можем сказать, что чуть-чуть поменьше, чем тизер во FNAF+. Но всё равно, хотя бы он нам рассказал то, что, возможно, Фредди будет приходить вместе с Бонни по левому коридору. И поэтому нам надо будет ждать атаку Фредди именно с левого коридора, а не с правого. Поэтому, ребят, возможно, разработчик специально выпустил этот тизер, чтобы показать нам, откуда будет приходить Фредди. Ладно, ребят, я не знаю. Тизеры, конечно, не такие мощные, как хотелось бы, но и не так много рассказывают, как хотелось бы. Но, тем не менее, всё равно, какие бы тизеры не были, я всё равно их рассказал и их разобрал. Но, если вам понравился этот ролик, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий больше пяти слов. Ну, а я с вами прощаюсь, с вами был Полтис. Всем удачи и всем пока.